Доброго времени суток дорогой зритель, сегодня мы без лишних слов снова затронем тему 2d классики игр синего ежа. 2d игры соника известны не только своим левел дизайнами и душевным музоном, но еще и интересными битвами с боссами, пускай большинство из них это битвы с сегманом. И все же было в классической 2d серии много запоминающихся и топовых босс баттлов, которые я решил осветить в этом видео. Здесь будут присутствовать как боссы из оригинальной трилогии соника на sega мега драйв, так и некоторые из sonic cd, которых я просто не могу не упомянуть. Также местом топе удостоились и некоторые боссы из sonic мании. Уж действительно неплохими они получились. Как мы знаем доктор Эггман никогда не сдается и иногда демонстрирует свой невероятный интеллект в своих изобретениях на полную. Однако нам в любом случае приходилось рушить его планы по захвату мира. Что ж устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Начнем пожалуй с простого. Раз уж мы затронем всю классическую трилогию, стало быть в топе должно быть место и для боссов из первой части. Дело в том, что боссы первого соника не представляют из себя чего-то слишком удивительного. Все примитивно и просто. Тут у нас и обыкновенные гири на цепи и огонек и тупо подъем с препятствиями. Босс пружинных дворов представляет из себя шип, которым работник будет пытаться ужалить нас Акиаса. Как будто этого было мало, так он еще и забирает блоки моста, на котором мы стоим. Так что лучше не чесать репа во время боя с ним, иначе упадем. Еще забавно видеть, как он колет эти блоки, вот прям тужится. Ну а в целом, о боссах в первом сонике не получится рассказать слишком много. А вот в следующей части уже другое дело. Да, первый босс из второго соника. Довольно прикольная буровая машинка, простая и незатейливая. Помню в детстве очень нравился ее дизайн, и я специально после победы над ним перезагружал консоль, чтобы снова дойти до него и побиться с ним. Босс довольно простой, и для победы нам понадобится просто прыгать на него. Однако все же он довольно запоминается, раз попал в мой топ. Восьмое место нашего топа, уверенно занимает босс третьей зоны великолепного Sonic CD. Зона приливных штормов, это еще один подводный уровень, выполненный по всем канонам подводных зон 2D игр Соника. И босс здесь соответственно подводный, но не простой. Sonic CD вообще славится своими неоднозначными и интересными подходами к битвам с боссами. Порой здесь приходится сначала подумать, и найти способ как одолеть какого-то босса. И если получится, то сама битва покажется вам легкотней. Вот и босс этой зоны тоже из того числа. Суть том, что машина доктора будет защищена пузырями воздуха, и чтобы достать его, нам нужно будет буквально вдохнуть их всех, тем самым не дав Сонику утонуть под водой. Сам босс побеждается довольно быстро, после того как будут лопнуты все пузыри, защищавшие его. Дополнительной трудностью являются лазерные огоньки, от которых не так сложно уклониться. В целом отличный креативный босс для подводной зоны. Уж всяко получше пресловутого лабиринта из первой части. Ну не мог я не добавить в топ эту битву. Босс финальной зоны является, вот так сюрприз, финальным боссом первой части. Напомню, что в самом начале у Соника не было спиндэша, а потому от прессов приходилось уворачиваться лишь на сноровке, потому что времени нам дается очень мало. Ситуация усложняет то, что на бой нам дается аж целых ноль колец, а потому ошибок совершать мы не можем. Также нас периодически будут напрягать шаровые молнии, от которых хоть и не сложно увернуться, однако потом попробуй достать до работника в этих прессах. Не так уж и сложно, но напряжно, если плохо знать механику Соника. С первого раза, как говорится, хрен пройдешь, но вполне нормально для финального босса первой игры. Музыка, кстати, добавляет напряженной атмосферности битве, что определенно идет в плюс. Что уж говорить, довольно чиловый и душевный уровень казино из старого Соника. Нет слишком уж раздражающих вещей, в отличие от Соник Сиди или Соника 3, да и босс здесь тоже ничего. Победить такого не составит труда. В этом нам поможет своевременный спиндэш и вот эти бортики. Но все сделано довольно интересно и красочно. Предельно сложная для первого раза в освоении зона из полного третьего Соника. Тут у нас будут и привидения, и тупики, и спуски по канатам, и восходящие из земли пирамиды. Но боссы этой зоны довольно интересные. Начнем с того, что они оба големы, но к каждому из них нужен собственный подход. Например, голема с первого акта нам понадобится догадаться заманить взыбучие пески, иначе тот будет постоянно восстанавливаться, сколько его не бей. А голем со второго уровня уже будет несколько проще в победе. Ведь нам всего-то нужно атаковать того в голову, а затем и бить самого Эггмана, не попав под его шипастые руки и лазер. При определенной сноровке побеждается очень легко. Да, четвертую позицию в нашем топе занимает старина Наклс из полного третьего Соника. Хоть какое-то разнообразие после всех этих бесконечных битв с машинами Эггмана. Наклс является боссом уровня Скрытый дворец, и в целом биться с ним довольно интересно, хоть и легко. Он может запросто отбить наш спиндэш, а если подойти близко, то не погнушается пустить вход и свои кулаки. В бою он также будет использовать собственный спиндэш и полет, что, впрочем, не поможет ему выиграть. Особенно, если успеть набрать в бонусе 50 колец, и прийти к нему в супер или гипер формах. Уже повторно участник моих топов. Этот красивейший водный этап вполне заслуживает своего внимания, как левел дизайном и музоном, так и боссами. Должен сказать, что боссы в третьем Сонике вообще одни из самых эпичных и колоритных. То мы сражаемся в воздухе, то в лаве, то в космосе. Вот и здесь нам снова придется сразиться с Эггманом в воде. Только не таким образом, как в Соник Сиди. Доктор будет сбрасывать на нас оглушающие бомбы сверху, а мы, в свою очередь, должны дождаться момента, чтобы подпрыгнуть на взрывной волне и достать до него в воздухе. А потом нам нужно постараться не попасть в водоворот, который создает пропеллер его машины. В Соник Мании же дела обстоят несколько иначе. В первом акте теперь уже нам придется использовать машину работника против него же самого. А вот во втором акте все будет уже куда интереснее. Нам предстоит осторожно лавировать в потоке воды и пытаться направлять на работника его же собственные бомбы, чтобы затем во второй фазе снова сразиться с мини-боссом этой же зоны в третьем Сонике. Вот так карьерный рост у этого робота. Был мини-боссом, стал боссом. Прогресс. Серебряную позицию нашего топа занимает босс из Соник Сиди, уровня Quartz Squadrant. Как я уже упоминал ранее, боссы этой игры довольно разнообразны и требуют необычного подхода, чем просто колотить без пощады. Вот и этот уровень не стал исключением. Здесь нам не потребуется даже бить работника. Он и сам себя победит. Однако нужно будет держаться на скоростном конвейере и уворачиваться от шипов, которые доктора будет сбрасывать на нас манипуляторами. Самого же доктора победит, как это ни странно звучит, сила трения. Да, представьте себе, ведь даже в Сонике физика решает. Потому что дно машины, в которой тут будет стоять, станет постепенно нагреваться. Что в конечном счете будет создавать дискомфорт самому доктору. Все это будет продолжаться до тех пор, пока машина не накалится полностью. И тогда доктору больше ничего не останется, кроме как в очередной раз бежать. Я когда проходил это впервые, был приятно удивлен. Впрочем, как и всеми остальными боссами в этой игре. Да, ребята, на золотой позиции топа стоит легендарнейший финальный босс третьего Соника. Ну, или его первой половины, если говорить о совмещенной версии. Большерукий является последним из череды боссов уровня Launch Base Zone. Бой с ним происходит на карнизе, поднимающейся в космос станции доктора Эггмана. Играет невероятно эпичная музыка, а нам, в свою очередь, нужно быть предельно осторожным, чтобы не угодить в цепкие лапы большерукого робота. После победы над ним карниз отцепляется, а мы вместе с Соником наблюдаем за эпичным падением станции под продолжающийся топовый музон. Лично у меня в детстве мурашки от прохождения этого босса шли, а уж как от концовки, тем более. И я просто не могу не поставить больше рукава на первое место в топе. Да, как многие уже успели заметить, но в классической серии есть боссы гораздо круче тех, кто попал в мой топ. Многие сейчас возмутятся и скажут, «Ван, ты чё, дурачок? А где же другие крутые боссы? Ведь их ещё так много! Те же финальные, например!» Не волнуйтесь, просто остальные боссы были настолько крутыми, что банально не влезли в это видео. Но, как уже многие догадались по названию, у этого ролика в скором времени будет продолжение. Ведь, конечно же, мне осталось о чём рассказать про боссов классической серии. Это лишь начало. В следующем видео нас ждут гораздо более крутые боссы, чем в этом. А пока что рекомендую подписаться на мой канал и поддержать ролик лайком. Это добавит мне мотивации делать ролики побыстрее. Спасибо за просмотр и до новых встреч. С вами был Вандерфилд и я за всем отклоняюсь. Пока что. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин